Вот уже год длятся судебные тяжбы Александра Тюгаева с ЖЭУ номер 8. В прошлом июле, 24 числа, в квартире его родителей случился серьезный пожар. Был дождик. Заключение МЧС поставлено о том, что было возгорание в середине комнаты, в районе люстра, на потолке. ЖЭУ вину не признает. У них, ну, у нас крышня течет и все. В данный момент идет судебное разбирательство. Вот даже повестки достал сегодня. Пойду получать в суд. У него живут с ним еще двое родителей. Папа лежачий. За ним нужен постоянный уход. Мама перенесла операцию на сердце, едва ходит. Сейчас в квартире нет ни электричества, ни отопления. Под потолком вместо люстры висит ведро. Ведь ситуация с текущей кровлей с тех пор неизменна. И каждый дождь заканчивается водопадами прямо в квартиру. При этом мать Александра, человек советской закалки, всю жизнь проработавшая на заводе, продолжает ежемесячно оплачивать все квитанции. Ситуация касается большинства жильцов. У соседа через стенку, к слову, рухнул потолок от постоянных течек. А стены, под отвалившимися после очередного ливня, обоями оказались сплошь покрыты плесенью. Мужчина, к слову, тоже собирается судиться. В слоении дома там как раз все видно с моей стороны у соседа. У него вообще потолок обвалился. Скажем так, арматура торчит, которая уже сгоняла даже. Соседние подъезды страдают от дождей не меньше. Каждый облачный день сулит людям ухудшение погоды в доме. Течет очень давно. Обращалась в ЖК. Обещают сделать, никогда не отказывают. И, может быть, даже что-то и делают. Но как текло, так и течет. И самое страшное то, что вот оно протекло, и вроде бы дождь прошел, и вроде бы как все. Но у меня продолжает течь. Видно, где-то там попадает вода в какие-то полости. И еще потом неделю течет. Единственное, что спасает, что это у меня в кладовке. Это темная комната. И частично в туалете. Чернота там у меня, грязь, грибок. Я не знаю, что. Это одно. Второе. Над электрическим щитом у нас то же самое. Значит, вода течет прямо в электрический щит. Заливать его. И не дай бог. Повторение вот Сашиной проблемы. Мне точно гореть придется, потому что это все над моей квартирой. В ЖУ номер 8 мы дозвонились. Главный инженер Ирина Махно так объяснила ситуацию. Несколько лет назад на этом доме проводился капитальный ремонт кровли. Существующее асфальтобетонное основание на крыше было заменено на цементно-песчаное. И вот это цементно-песчаное основание, вновь смонтированное, сделанное подрядной организацией, оно все эти годы дает трещины. И когда мы укладываем на это основание рулонное покрытие, то вместе с порывами основания рвется и верхние рулонные слои. Мы периодически устраняем эти дефекты, стараемся, но, к сожалению, образуются новые и новые участки повреждений. Ну, то есть, по факту, это вопросы скорее к подрядной организации, если я правильно понимаю, которая некачественно совершила ремонт. Капитальный ремонт кровли в этом доме запланирован на 2034 год. Но местные жители считают, что в таких условиях опасно жить уже сегодня. Дело о пожаре в квартире Александра ведет юрист из Общества защиты прав потребителей. А мы будем следить за развитием ситуации.